МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот скатились мы до оппозиционного СМИ, сказал мне только что мой сегодняшний гость, на что я ему парировал. СМИ сегодня только оппозиционные, потому что если ты не оппозиционная СМИ, ты, к сожалению, пропагандист. Представляю вам своего сегодняшнего гостя, Евгения Анисимова. Вы его все хорошо знаете. Привет, Жень. Добрый вечер. Дело в том, что моему коллеге Евгению после одного из прошлых материалов начали поступать угрозы, причем поступали не от каких-то бандитов, что удивительно, от чиновника, от госслужащего. Я думаю, Женя сам вкратце расскажет, что там было. Да, причем самое странное, что угрозы в этот раз поступали даже не после какого-то сюжета или программы в эфире, в интернете. Угрозы поступали даже после сообщения на сайте, после короткого сообщения. Вот как занервничали чиновники. Дело в том, что выяснилось, что один из чиновников администрации города Каменск-Уральский, некто Владимир Шуракс, руководитель аппарата, тихоня бывший прокурорский работник, писал доносы на горожан в полицию. И не только на горожан. Поэтому давайте посмотрим, кто это такой. Да, я предлагаю посмотреть коротенький видеосюжетик, с чего все началось. Я почему-то думал, что меня покажут. Все, пошел. Каменск-Уральский Каменск-Уральский – это один из важнейших городов Урала. Здесь расположены предприятия-гиганты. В железнодорожный узел города входит десятку крупнейших транспортных узлов страны. Город очень красивый и зеленый. Вот только одна проблема. Население здесь последние годы стремительно сокращается. И это совсем не удивительно. Предприятия закрываются. Безработица зашкаливает. Мясокомбинат когда-то был флагманом пищевой промышленности Урала. После закрытия в 2015 году троллейбусного движения без работы осталось 120 человек. Машины гниют в теперь уже бесхозном парке. Коммерческие предприятия тоже дербанят. Местная администрация вместо того, чтобы решить самую важную проблему, занимается написанием доносов на людей. Руководитель аппарата администрации Владимир Шоуракс, оказывается, прикрываясь законом о местном самоуправлении, регулярно писал доносы на неугодных ему общественных деятелей. Шоураксу доверяет глава города Алексей Шмыков. Они даже в одном доме живут. Вот эта часть принадлежит мэру, а в этой проживает Шоуракс. Но дружба дружбой, а кошельки разные. И потому Шоуракс сливает в СМИ компромат на своего друга и начальника. К сожалению, сегодня у нас нет возможности, чтобы вы смогли дозвониться до нас по телефону. Я уж не знаю, как так получилось. Может быть, провидение, может быть, враги так сделали. Но, тем не менее, вы можете нам написать, задать свой вопрос в прямой эфир. Может быть, высказаться, что вы думаете по этому поводу. Сделать это можно, зайдя на YouTube-канал «Реальная журналистика». Сейчас там в параллели идет трансляция. Написать в комментариях все, что хотите, я озвучу здесь, в студии. Кроме того, мы проводим сегодня опрос. По традиции вопрос сформулировали буквально следующим образом. Нужна свобода слова в России. Что это? И в три варианта ответа. Это пустой звук. Если вы считаете, что это так, звоните по верхнему телефону. Она нам не нужна. Это второй вариант ответа. Если вы считаете, что она действительно нам не нужна, или мы не готовы, может быть, российский народ к этой самой свободе слова. Звоните и голосуйте по второму телефону. И со свободой слова у нас все в порядке. Наверное, есть и такие люди, которые считают так. Тогда звоните по третьему телефону. В конце мы подведем итоги этого интерактивного голосования. Женя, возвращаясь к тебе. Ну, во-первых, да, вот сейчас сюжет уже прозвучало о том, что человек, вот этот вот чиновник, он доносы какие-то на кого-то пишет. Да, самое, что интересно, он пишет доносы, причем не только на жителей города, на неугодных, но и на свое начальство. Вот эта вот папочка замечательная с надписью «Шмыков АВ» была принесена одним из дружков господина Шуракса, ныне заместителем главы администрации Каменского городского округа Барановым, заместителем по ЖКХ. Давайте посмотрим содержимое этой папочки. Вот это биография начинается. Ну, наши зрители ее плохо увидят, но все-таки биография из картотеки Овергонов внутренних дел. Сведения об его бизнес-структурах, как он зарабатывает денежки. я тут даже закладочки положил, недвижимость ее, причем распечатки из Росреестра и то, что он переписал, якобы не знаю, не проверяли подлинность на директора энергосети Ершова, и также бизнес-схемы. Причем, прямо смотрите, настоящие схемы на Черчине, не поленились знакомые Шуракса, составят прямо инфографику такую. Представляете себе, чиновник, фактически, можно сказать, слуга народа, получается, стучит за народные же деньги, ведь народ же его кормит. И вот он, вот этот слуга народа, стучит мало того, что на своих хозяев, так еще и на свое начальство. Представляете себе, какой хитрый. Ему доверяет вообще мэр, очень доверяет, в одном доме с ним живет, а он даже на него стучит. Ну, я так понимаю, что это не единичный случай, это сплошь и рядом еще с советских времен, все друг на друга собирают компромат, если вот эту вот папочку кто-то собирал, то он собирал ее не просто так. Поэтому тут, наверное, одного Шуракса обвинять нет смысла, рука руку мыть, но они там все, видимо, такие. А касаемо угроз, опять же, дружок вот этого же Шуракса Баранов, который тоже является муниципальным служащим, чиновником только соседнего муниципалитета Каменского района, да, звонит моим знакомым, представляете себе, говорит, пускай твои друзья с Крик-ТВ замолчат, успокоятся, то есть деревянный дом, он хорошо говорит, вы представляете себе, чиновник. Ну, я, конечно, умолчу, что он бывший сотрудник органов внутренних дел, причем уволенный в результате коррупционного скандала. У нас вот многие корпорации превращаются в так называемый мусоросборник из уволенных после коррупционных скандалов представителей внутренних дел набирается штат. Так и теперь еще и в муниципальных органах такое же у нас в России, представляете себе? Ну, действительно, есть основания полагать, что угрозы исходили именно от этого человека, или ты предполагаешь, догадываешься, но... Да как догадываешься-то, если ей четко говорят? Ну, понимаете, человек хитрый, он звонит не лично, а звонят его друзья, и звонят не мне, а моим друзьям. Ну, боятся, что у меня записывалка на телефоне стоит, что запишу я его, тогда же ведь оба же лишаться должности сразу же. Куда ты обращался, к кому? А в этот раз никому не обращался, потому что в прошлый раз, когда мы этого шауракса тронули, у меня на квартиру было совершено нападение. Квартиру закидали булыжниками весом от 8 до 10 килограммов, так что не просто окна побили, а еще пол пробили прихожей. Естественно, что никого не нашли, поэтому, понятное дело, что пустой звук, отвлечение по времени, ходить потом, давать показания, зная, что никого не найдут смысл обращаться. Не знаю, смысл есть всегда, я люблю очень эту поговорку, можно сидеть и складывать из льдин слова вечность, а можно тупо противостоять Снежной Королеве. В прошлый раз писали уже на него заявление, скажем так, сотрудники полиции с того преступления не нашли, ну не он же лично будет сжигать, не дай бог, что, конечно. Да и у нас правоприменительная практика в отношении угроз, знаете, какая, к сожалению. Вот если вот кто-то к тебе подошел с пистолетом или с ножом, вот тогда, да, или кто-то там начал поджигать, тогда, да, можно привлечь за угрозу. А так, из журналистской практики, скажу, угрожали уже и не раз по телефону, но в итоге, что привлекают к ответственности, отделываются угрожальщики предупреждением, это их еще больше злит. Наиболее вот такие яркие, запомнившиеся случаи, помимо вот этого случая с этим господином Шаураксом, наверняка и до этого такое происходило. Потому что мы знаем, как ты работаешь, работаешь достаточно жестко в отношении чиновников, к сожалению, вот я тебя просил сделать маленькую нарезочку, маленький сюжетик. Но те, кто следят за твоими программами, на канале Крик ТВ, у меня на канале, они все прекрасно знают, как ты работаешь. В общем, так, как должны работать настоящие журналисты, по большому счету, и вот что еще может сказать? В предыдущем случае, когда писал заявление в органы внутренних дел на угрожальщика, это был координатор штаба национально-освободительного движения Урал Егор Волков, который требовал поставить в эфире бесплатно рекламу своей коммерческой фирмы, которая, как потом выяснилось, еще и мошеннической является, это судом доказано. Угрожали мне, моей на тот момент беременной жене, и что вы думаете, говорю, человек отделался предупреждением. Он даже не чиновник. Чиновники у нас как зеницовка охраняются. Вы посмотрите, какой у нас каждый раз ответ идет от администрации губернатора. Ой, простите, у нас же администрацию губернатора сформировали. А департамент информационной политики губернатора. Какой? Нет, не знаю. Потому что ничего не отвечают, поэтому я вот не знаю. Обычно отвечают, начинают рассылать пристрелизы, какой чиновник это хороший. А потом еще звонят и говорят, ну что же вы такую чернуху показываете, ведь есть же много хорошего в этом мире. Ну, например, чиновник этот пошел и встретился со школьниками, и даже конфетки им подарил. Вы представляете себе такое? Давай, Саша, поговорим немножко о других чиновниках. Хватит уже этого шауракса рекламировать. Ну как, нет, пускай люди знают, народ знает своих героев, по крайней мере, тут вот есть, да. Ну, давай поговорим о других чиновниках, потому что я не думаю, что он единственный на всю Свердловскую область. Вот такой вот, да. И очень хочется, очень надеемся, да, что те, кто должны это услышать, услышат, проведут соответствующую проверку, и, возможно, даже пришлют какой-нибудь пресс-релиз, отчет, который можно будет где-то озвучить, рассказать, какими стали результаты той самой проверки. Остальные чиновники, вот, которые тебе больше всего запомнились. И не только чиновники, может быть, депутаты какие-то. Да, да, конечно. Так, я бы сказал, положенцы есть такие в каждом городе. Это олигархи, которые, в общем, к власти никакого отношения не имеют официально по бумагам, но часто это какой-нибудь бизнесмен Вася Кукарекин, который, в общем, является теневым хозяевом города, и все об этом знают. Ну, я понял. Сегодня у нас программа в пику тому, что показывает по ОТВ, тому, что шлет Департамент информационной политики губернатора Свердловской области. Давайте поговорим. Начнем с Сухой Лог. Мэр города, Валов фамилия, учитель физкультуры УБЖ, профессиональный Тамада, каким-то образом сел в это кресло. И что он начал делать? Насколько к нам обращаются зрители, начал он с развала как раз-таки системы физкультуры. Обращается человек, тренер, создал федерацию бодибилдинга в городе. Уехал в Питер на обучение в институт. Передал на ответ хранения свой тренажерный зал, который он по копейкам собирал. На администрацию города приехал, все сдано на металлолом. Ну, это ладно. Это просто говорю отношение учителя физкультуры к спорту. Дальше. Продолжаем. Пол города сидит на счетчике. Риэлтор Данилюка. Риэлтор этого Данилюка обещал сам мне лично посадить начальника городской полиции Басов. В итоге начальник городской полиции сел сам. Департамент информационной политики, губернатор АУ. Я знаю, что вы нас смотрите. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с господином Валовым. Почему ЭТО до сих пор сидит в кресле мэра города Сухой Лог? Я думаю, что вопросы по Валову у нас возникнут дальше по программе. Продолжаем. Город Нижняя Тура. Вот, кстати, вопрос прилетел от зрителя ящик Нижняя Тура. Евгений оправдал, что мэр Нижней Туры Стасенок купил военный билет и лежал в сумасшедшем доме. Да, знаете, такая информация была, проходила. Мы сейчас активно проверяем и пытаемся копию военного билета у этого господина Стасенка взять. Но расскажу вам немножечко про этого мэра, как раз начал рассказывать. Господин Стасенок, насколько я знаю, поступал на адвоката. На адвоката ему не дали. Адвоката ему по работе после института не дали и послали в Следственный комитет. Сколько уж там он работал, эта информация разнится. По одним данным он там был на практике, по другим данным он там пару лет работал, но вылетел за какие-то там коррупционные нарушения. И стал он охранником в ЧОПе, который охраняет объекты УГМК. После этого, представляете себе, вот этот сотрудник ЧОПа, охранник, становится мэром города. Мальчику, кстати говоря, исполнилось 30 лет недавно. Когда он стал мэром города, ему было 28 годиков. Но что он сделал? Первое решение мэра. Он простил олигарху миллиардный долг. Олигарх Викстельберг задолжал миллиард городу Нижней Тура. Господин Стасенок первым делом простил олигарху этот долг. Но далее, нет, чтобы заниматься благоустройством города. Вы представляете, что он сделал? Он переехал в другой город, чтобы весь этот ад, который мы, кстати говоря, показывали, его семья не видела. Он просто живет в одном городе, а управляет другим городом. Это нормально? А что касается военного билета, говорят, что да, человек не служил в армии и купил военный билет. Что касается, лежал ли он в дурдоме, ну, пока мы не знаем. Ну, давай не в дурдоме, давай в доме печали уж будем так говорить, потому что приняли же закон об оскорблении. А нет, на мэров это не распространяется. Как мы посмотрели, как у нас был губернатор зуботехником, так он остался. Как у нас был мэр Пуделем, так он остался. Поэтому это распространяется только на федеральных чиновников. Понятно. Все-таки давайте напомню, что сегодня мы проводим интерактивный опрос. Вопрос сформулировали мы буквально следующим образом. Слабо свобода слова в России это. И три варианта ответа. Первый вариант, если вы считаете, что это пустой звук, то голосуйте по телефону, который вы видите на самом верху. Второй вариант, она нам не нужна, это свобода слова. Может быть, есть кто так считает. Ну и третий вариант, звоните по нижнему телефону со свободой. Слово у нас все в порядке на самом деле. И мы вот такие, как я, как Евгений, наговариваем просто на людей. Давайте подведем каратенечко промежуточные итоги. 50 или сколько? Подскажите мне, пожалуйста, я очень плохо вижу на экране. 93% опрошенных респондентов считают, что свобода слова в России это пустой звук. 7% опрошенных считают, что со свободой слова у нас в стране все в порядке. И пока вот такие результаты. Ответ, а ты как считаешь, вообще свобода слова в России есть? Нет? Что это? Как оно выглядит? Да, знаешь, у меня тут свое мнение есть. Свобода слова в России есть. Называется, собака лает, ветер уносит. Я скажу такую вещь, если года полтора назад еще практиковалось с нашими госорганами такое, что прокуратура или полиция присылала письма. По факту вашего сообщения в эфире от такого-то числа проведена проверка, виновные установлены, привлечены к ответственности. То сейчас ситуация совершенно другая. Хоть и упишись запросами. Так как мы говорим про Свердловскую область сейчас, начинаем, хотел бы сказать, прокуратура Свердловской области, пресс-секретарь Канатова убегает от нас. Вот представляете, на мероприятиях убегает. Кстати, по результату вопроса еще раз хотел бы обратиться в прямом эфире к нашему уважаемому департаменту информационной политики губернатора. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на эти цифры и снимите свои розовые очки, в которые на вас, по всей видимости, сейчас одеты. Я надеюсь, что после этого эфира хоть немножечко информационная повестка, которую вы шлете по почте, изменится. Ну, ты же понимаешь, что дело-то, наверное, не только в административных всех этих сотрудниках. Вот ты сейчас обратился к департаменту информации губернатора. Ведь, в общем, короля делают свиты. По большому счету ты ездишь по разным городам, очень много ездишь. По этим городам и ты видишь, что происходит. Там сами журналисты местные с большим удовольствием идут восхвалять вот этого своего местного князька, царька, я уж не знаю, как назвать, там феодала, да, такой, эдакий Кирилл Петрович Троекуров. Они по-другому не умеют, они никогда не выросло целое поколение людей за долгие годы, которые не умеют по-другому работать, и для них рассказать, какой молодец там мэр или губернатор, дело чести даже элементарно. Да нет, я не соглашусь. Скажу так, что как человек, который работал долгое время на региональном СМИ, скажу так, что любой журналист регионального СМИ находится как между молотом и наковарьми. И так как у меня были и предки журналисты в семье, скажу следующее, что в советское время у журналистов было куда больше свободы, чем сейчас. В то время, извините, неприкасаемые были только ЦК, КПСС, Политбюро, да, ЦК, КПСС и Генсек. А сейчас неприкасаемые чиновники, потому что все чиновники, которые дают деньги. Почему? Потому что в советское время хоть была централизованная система финансирования СМИ, и все СМИ, основные финансировались из Москвы. Сейчас же все живут на госзаказе, на муниципальном заказе. Каждый прокуроришка, каждый мэр, каждый чиновник какого-то ведомства более-менее значимый имеет свой небольшой госзаказик в СМИ, да, и имеет контракт со всеми... Я поспорю, наверное, даже не госзаказик, а имеет свое небольшое частное СМИ. Ну, оно как бы государственное, но на самом деле оно подконтрольное. Да не только СМИ. Оно подпитывается из бюджета и... Да, оно подпитывается из бюджета, но я приведу пример одного телеканала в городе Каменск-Уральский, который наверняка нас тоже сейчас смотрит. Вот телеканал, вроде бы как бы он частный, но у него с департамента информационной политики губернатора, с прокуратуры, с полицией и так далее, небольшие заказики. С кого 200 тысяч, с кого 300 тысяч, с кого что? Ну, таким образом формируется бюджет целого телеканала. Вы понимаете, могут ли они про них говорить что-то критическое или не могут? Я бы не так ворпост сформулировал, хотят или не хотят. Да при чем тут хотят или не хотят? Они без копейки денег останутся, если вдруг причем. Простой пример, Жень. Вот мы с тобой, да, работаем, в общем, в своей какой-то стезе. И когда вот эти вот все нападки на тебя начались, я просто даже сделал клик, клич в интернете, что ребята, блогеры, журналисты независимые, пожалуйста, да, обратите внимание вот на эту ситуацию, осветите каким-то образом ее у себя, хотя бы в двух-трех строчках. Тишина, никто ничего не сказал. Слушай, а мне написали несколько коллег, которые работают на СМИ, вроде бы частных, но финансирующихся из госбюджета. Говорят, мы хотели, но нам главред не дал. Представляешь себе? Хорошо, есть союз журналистов, с которым ты очень плотно сотрудничаешь, который возглавляет сегодня. Ну, я имею в виду союз журналистов, региональное представительство в городе Екатеринбурге или Свердловской области даже. Я могу ошибиться, поэтому заранее прошу прощения. Господин Левин такой. Свердловской области. Свердловской области, да, прошу прощения у Александра Юрьевича. Вот. Ты очень плотно взаимодействуешь, насколько я знаю. Вообще телекомпания очень плотно взаимодействует с союзом журналистов. Ты туда ходил, ты с ними разговаривал, с этими людьми? В этот раз нет, потому что, я говорю, ситуация за последние полтора года очень сильно изменилась. То есть, если в прошлый раз, когда у меня было нападение на квартиру, в полтретьего на квартиру напали, а в пять утра был уже звонок из союза журналистов, в пять утра, то в этот раз нечто иное. Молчаник нет. Я, честно говоря, туда просто не дозвонился. Ну, обычно в таких случаях говорят, слушайте, ребят, не лезьте вот туда, потому что это там человек правильный, чей-то родственник, чей-то там сват, брат, кто-то еще. Вот такие разговоры были? Да, в этот раз тоже были, были звонки. Говорили, не трогайте, человек прокурорский, у него много связи, у него друг, помимо там того же Баранова, который тут тоже рекомендовал не лезть, еще и начальник городского отдела ФСБ Безенков. Так что, вот такие звонки были. Но я говорю, вот к счастью, после того, как все это было озвучено, а на самом деле нашлись коллеги-журналисты, очень благодарю нашего самого прогрессивного журналиста Свердловской области, Дмитрия Фоминцева, портал .news. Большое спасибо тебе, Дима. Он первый и единственный опубликовал эту ситуацию. Остальные просто побоялись. И я, на самом деле, преклоняюсь перед этим человеком. Это реально пример независимого СМИ. Но, к сожалению, Дима такой же нерукопожатый, как и мы, журналист. Госорганы его очень не любят. Ну, какой ты нерукопожатый? Слушай, слово какое плохое, рукопожатый. Нет, я не хочу быть рукопожатым. А это мне один коллега сказал. Вы нерукопожатые журналисты. К сожалению, вас запрещено цитировать. Другим СМИ, как, кстати, Дима Фоминцева. Но я поражаюсь, как ему быстро удалось поднять свой портал. Поразительная посещаемость. У нас есть еще один портал ура.ру. Понтов выше крыши. Но, к сожалению, просмотры, смотрю, накрутка сплошная. А вот у Димы Фоминцева реальные просмотры. Поэтому всем советую читать портал .news. Ты бы лучше посоветовал правоохранительным органам, исходя из своих личных наблюдений, на кого бы еще стоило обратить внимание, помимо вот этого Шоуракса, по-моему. Да, советую очень обратить внимание, помимо Шоуракса, как я уже сказал, на мэра сухого лога Валова, где действует УПГ, очередное заявление от зрителей пришло в редакцию, почему формально, прям как заявление в правоохранительные органы. По всей видимости, оно и писалось в правоохранительные органы, потому что там не принимают мер. На риэлтора Данилюка, который оставил очередную семью, женщину-инвалида первой группы с малолетним ребенком без жилья. Как я уже подчеркиваю, прежний начальник полиции господин Басов обещал, слезно обещал на камеру, посадить этого Данилюка. К сожалению, сел он сам. Надеюсь, что новый начальник полиции все-таки нас услышит. Я очень прошу правоохранительные органы разобраться в деятельности главы Нижней Туры Стасенка. Я очень прошу правоохранительные органы разобраться в деятельности администрации теперь уже поселка Сосьва, где на 8 тысяч жителей 500-миллионный бюджет и даже снег не чистится, даже телефон сотовый не работает. Я не знаю, зачем там нужна администрация. Я очень прошу правоохранительные органы внимательно посмотреть на мэра Североуральска, господина Матюшенко. Но, как я знаю, к нему сегодня и так уже выехал расширенный делегат. А вот, кстати, вопрос по Матюшенко прилетел. Евгений, какая свобода слова? Вы помните, приезжали в Североураль, знаете, не понаслышке о нашем главе Василий Матюшенко. Он пытается всем заткнуть рот путем угроз и увольнения людей. Вот расскажи, если человек пишет, что ты знаешь. Да, приходят такие сообщения, мы не раз показывали. Мы не раз делали программы. Да, представляете себе, у него там есть два или три оппозиционных депутата в городской думе, и мэр постоянно под угрозами увольнения заставляет работников коммунальных предприятий писать докладные на этих депутатов губернатору. Набирает там по 100, по 200, по 500 подписей. В итоге потом депутаты точно такие же письма от простых жителей пишут губернатору на этого мэра. Они набирают еще больше подписей. Но, к сожалению, у нас почему-то в Свердловской области кадровые вопросы упорно не решаются. Это не относительно только Матюшенко. Это вообще, вообще у нас не решаются кадровые вопросы. Вы вспомните скандал с Ольгой Гладских. Сколько времени ее никак не могли уволить? Кстати, а чем? Да, это единственная такая Ольга Гладских, да, или Гладских, да, или Гладских, как правильно. Да, черт. А единственная такая чиновница была, или были еще какие-то случаи? Да, пожалуйста, вам депутат Думы Каменского городского округа шахматов. Насколько известно из сообщений органов внутренней дела, его жена инсценировала ограбление 64 миллионов рублей, якобы. Ходит случай, что эти деньги были выведены из бюджета. Ну, откуда у простого депутата районной Думы, просто вот район, несколько деревень, там даже городов нет, 64 миллиона рублей наличными? Ну, откладывал, может быть, всю жизнь, вот там где-то зарплаты, там какая депутатская зарплата? Депутат, наложи меня, у него там зарплаты нет, как у депутата. С чего он откладывал-то? Это же, говорят, была копилка, кошелек главы района Белоусова, которую я, кстати, забыл упомянуть. Представляете себе, глава района поставил, где несколько деревень, которые замерзают зимой и захлебываются в фекальных водах, поставил себе зарплату, сравнимую с мэром Москвы Собяниным, а если его весь доход учесть, то он зарабатывает больше, чем мэр Москвы Собянин. Как вам такое? Дотационный район. Безработица жуткая. Фекальными водами затоплен и замерзает зимой. А вообще какая-то реакция есть после твоих репортажей? Что-то там происходит? Реакция от людей есть. Начинают люди писать, звонить и так далее. Но госорганы последние годы... Мне неинтересно, что люди начинают писать, звонить и так далее. Люди-то понятно начинают писать, звонить и так далее. Я имею в виду реакции от тех, от кого он должен поступать. У нас в программе, что произошло, была долгое время рубрика после выборов. После времени много прошло, мы закрыли ее. После выборов реакция госорганов очень сильно изменилась. Всем на все стало пофиг. Русским словом говорю. Но тем не менее, очень часто задают этот вопрос, и здесь я его в чате сегодня уже видел, что люди жалуются, люди к тебе обращаются с теми или иными вопросами. А если им задать простейший вопрос, а вы за кого голосовали на выборах тех депутатов местной думы? На выборах, где они еще остались на выборах мэра и так далее, выяснится, что как раз за этих мэров, за этих депутатов шахматовых, по-моему, фамилию-то называл, за них, в общем, и голосуют, а потом жалуются, потом идут и снова голосуют. Слушай, Саша, а у нас есть выбор в стране? Хоть на местном уровне, хоть на федеральном, за кого голосовать есть выбор? У нас вся система заточена так, чтобы не дать пролезть нормальным людям в эту систему. То есть, если баллотируется кто-то в депутаты, естественно, у него должен быть избирательный фонд. Кто же даст денег тебе или мне на избирательную кампанию, когда есть, если мы не поем под их дудку, да? Ну, как народ вообще узнает о нашем существовании, то, что мы баллотируемся в эти депутаты? А вот шахмату дадут, почему? Потому что он будет верно исполнять приказы. У нас вся система заточена так. Хорошее обращение. Вот Евгений обратился. Дайте кто-нибудь ему денег на избирательную кампанию. Помогите, глядя куда-то выберется. Да, у нас мы медленно, уверенно подплываем к концу. Давайте подведем результаты интерактивного голосования сегодня. Задавали мы вопрос. Свобода слова в России. Это три варианта ответа. За пустой вариант пустой звук проголосовала 90%. Вариант, что она нам не нужна, в принципе, 7%. Так считают, но я думаю, это как раз чиновники. И 3% считают, что с ней все в порядке. Вот как-то так. Ну и коротко. 10 секунд. Ну все, тогда мне подскажут, что мы уже выкатываемся за эфирное время. Спасибо большое, Жень, что пришел, рассказал, поделился. Я думаю, те, кто должны были, повторюсь, еще раз услышали. Все, спасибо. Прощаемся до следующего понедельника. Это была открытая студия. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok